И я также встретился с девушкой по имени Уайтис. В Аргентине есть место Каракас. Каракас – это место, где Бразилии и Аргентины встречаются. У вас есть вода везде. Очень чистая вода. И очень близко к этой воде вы увидели огромные муты. И вода просто падает с этой горы и течет с огромной высоты, как водопад. Тара-бам-тара-бам-тара-бам-тара-бам-тара-бам-тара-бам-тара-бам-тара-бам-тара-бам-л shaking- Т.е. чтобы добраться до местных, где breeze Водопады нужно пройти через густой лес. Там специально охраняемое место, с разными заборами, с разными проволоками огражденными. И вы можете идти только этой тропкой к водопадам. Иначе вы не будете безопасны. Потому что там вокруг везде дикие животные. То есть всегда с нами шел человек с ружьем. Там также находилась железнодорожная станция. И там был поезд, на который можно было сесть и доехать ближе к лесу. И эта девушка, про которую мы говорим, женщина. Прокомментировала. Шаринт Кумар, это не такая деревня, как Карагоди в Индии? Разве эта деревня не похожа на Индию, а на индийскую деревню? Карагоди в Индии здесь. Станция в Бангалоре находится. И Свами часто останавливался рядом с этой станцией. Женщина, которая живет в Аргентине, думает о Карагоди рядом с Бангалором. То есть сравнивает их станцию железнодорожную и станцию железнодорожную здесь рядом в Бангалоре. И кто может быть назван истинным предом? Не от Алина Кумара. Точно не от. Сайи-сознание. 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 Осознавание. Всегда находится в людях. Но спанические люди, Латин-Америка и Северная Америка. Люди из Южной Америки, Латинской Америки. Не так уж много людей оттуда приезжали и к Свами здесь. Тем не менее, там сотни последователей, сотни преданных. Я был во всех этих странах. Венесуэла. Перу. Гатемала. Гватемала. Эквадор. Эль-Сальвадор. Сальвадор. А я. Я был во всех этих странах. Я посещал все эти языки. Они не знают моего языка, я не знаю их языка. Они не знают его языка, я не знаю их языка. Но наше общение проходило через Сайи. Сайи-общение через Сайи. Так же предпочтения в еде мои отличаются от их предпочтений. Я с собой взял по поездку острый там, как перчик, да-да. Я ела в Бразилии. Они смотрели на меня, как я его ем. Они думали, что это такое есть. Они пришли ко мне и сказали, а можно мне, пожалуйста, попробовать кусочек? Я дала небольшой кусочек. Они подумали, что это просто. Они подумали, что это просто. Но я не мог отказать им, они попросили, я их дал кусочек. Когда они положили в рот, оказался очень-очень острым. Так, что они готовы лететь на Луну от того, что они почувствовали ту остроту. Но они ничего не сказали. Очень красиво, ха-ха-ха. Очень красиво, ха-ха-ха. Поблагодарили и попрекали. Вот здесь. Я помню даже сейчас. Но это на случай. И там, 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 там танцы. Танго-танцы. Танго. И я также помню встречу с танцором танго. Танго-танцы очень популярны в этом стране. То есть они говорят, что танго очень популярна в этой стране. И я сказал, пойдемте, посмотрим. И они сказали, что нет, мистер Анин Куман. Потому что это не по вашему вкусу. Почему? Потому что во время танца не так, как женщина одета в Индии. Стилы одежды совершенно отличаются от индийских женщин. И мужчины и женщины танцуют вместе. Но, скорее всего, вам это не понравится. И один парень, я думаю, Роло, это Мистер Анин Кумар. Танго-танцы тамасик, он сказал. И один раз тоже подошел и говорит, Мистер Анин Кумар, я считаю, что танго – это тамасичный танец. Я сказал, мы тоже тамасик. То есть мы знаем слово тамас. И я сказал, не знаю, не знаю, не знаю. Но я сказал, не знаю, не знаю. Но я не знаю, не знаю. Давайте меня туда не писали. Я сказал, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Потом глава Аргентины, по имени Джон Беннер, сказал мне, Истер Анин Кумар, Мы специально для вас организуем показательный танец танго. В районе Франциско. Франциско – это мальчик, с которым я стоял. Они организовали. Они организовали. И пригласили несколько гостей тоже. Несколько преданных пригласили. И они сказали, Это сатвичный танго. Это сатвичный танго. Вы любите. Вы любите. Так что я посетила, я увидел этот сатвичный танго. Но даже этот маленький сатвичный танго был на грани стандарта для меня. Это одна из испытаний. Но они отнеслись к этому очень серьезно. Такая же ситуация случилась в Сальвадоре. Такая же приветная похожая ситуация случилась в Сальвадоре. Было танцевальное представление и не сообщили об этом Джон Беннаде перед главе. Но девушка на сцене начала апокалиптанцы живота. Джон Беннаде перед главе. Мистер Анил Кумаре очень извиняется. Они организовали это, не сообщив меня об этом. Не чувствую, что я тоже смотрю. Не надо извиняться. Вы, как человек из этой страны, вы закрыли лицо руками, а я поднял кого, я смотрю. Другими словами, что нет ничего абсолютно плохого и нет ничего абсолютно хорошего. Это зависит от того, как вы смотрите на это. Ну, в Мексике я начинал огромное собрание. Леонардо Гута человек по имени Леонардо Гута глава организации Мексико. Тебя встреча была организована в далеко за городом и очень много было прекрасных деревьев, зелени. Все мексики приедали пять лет. Все последствия, вредные из Мексики, были на этой встрече. Когда я говорил о танце, я увидел, что в конце зала два человека танцевали. Было очень интересно наблюдать на этом. Легко повторить было. Легко повторить было за его инвестициями. То есть, руки держали на боках. То есть, руки держали на боках. И попеременно делали шаги, за которыми было легко повторить. Мне понравился этот танец. Я сошел с трибуны, прошел в конец зала, и также начал с ними танцевать танец. И все начали хлопать. Это такие приятные воспоминания. Президент Сай-центра произошел по имени Луис Мунис. Его жена пришла ко мне. Местер Анил Кумар. Из Мексики вы едете в Бразилию. Бразилия любит музыку и танцы больше всего. Когда они начнут танцевать, никто уже не сможет их остановить. Поэтому, пожалуйста, не танцуйте там, пожалуйста. Для вашей собственной безопасности. Я поехал в Бразилию. Сан-Паулу. Сан-Паулу. Это место, где я оставался. И встреча была помогла. Я говорил. Я говорил долго. Достаточно длительное время. Я разговаривал с украшимся. Тогда я подумал. Достало время для развлечения. Предложите какое-то развлечение. Есть песни, которые все знают. Это Паджин. Это память. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И эти двое приходили и помогали, учили его. И когда моя прононсия правильная, в испанском, вау, 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 вау! В каждый раз, когда я правильно произносил слова, они попали и очень радовались. Это как они, это как они увеличились. То есть таким образом они попытались во мне... Это был мой прием в испанском билет в тот год. И в том году это была путешествие, моя поездка в испаноговорящий стран. И этот опыт просто незабываемый на всю жизнь. Это опыт, который останется в памяти. Почему я сейчас говорю об этом? Причина того, почему я об этом говорю, чтобы вы поняли высоту преданности, силу преданности. Я посетил Перу. Я посетил духовный лагерь, который называется Саддана. Саддана лагерь. Под конец заезда. Две девушки подошли. В руках у них была большая книга. И там были тысячи баджанов. Они положили эту книгу у меня на колени. Они положили эту книгу у меня на колени. Пока вы выбрали любой баджан, который вы любите, мы будем петь. Из тысячи баджан. Скажите, какой баджан вы хотите, и мы его исполним. Какой человек, сколько людей могут петь? Сколько людей знает. Максимум дозан 10 баджан. Какой-то момент. Максимум знаний 10 баджан, а это знания. Перу, а это готов. И это преданность. Да, это преданность людям преданности. Я думаю, что Садди меня присылали в другые страны. Это тренинг. Я-то думал, что Садди посылает меня в разные страны, чтобы я что-то новое принесал. чтобы я понял, что я по сравнению с ними вообще ничего, ничто. Нам еще очень далеко нужно идти, чтобы достичь того уровня, который достигли люди в этих странах. Therefore, you coming from Russia speaks of your sincerity and devotion, and interest in Swami, interest in Swami. Субтитры создавал DimaTorzok